Здравствуйте! На прошлом уроке мы с вами рассмотрели формулу сокращенного умножения. Сегодня мы с вами научимся пользоваться этой формулой, но без подробной записи, только проговаривая правила. Итак, рассмотрим первый пример. 9 прибавить А в скобках в квадрате. Равняется. По формуле идет квадрат первого числа. Квадрат первого числа – это 9 в квадрате 81. Плюс. Далее мы с вами проговаривали удвоенное произведение чисел. Как это сделать быстро? 9 умножить на А. Это 9А. И удвоили, то есть умножили на 2. 9 у 2 – 18. Значит, мы получаем 18А. И плюс квадрат второго числа А в квадрате. Так мы и записываем. Давайте еще один рассмотрим. А в квадрате минус 3 в скобках в квадрате равняется. А в квадрате и в квадрате показатели перемножаются. Поэтому 2х24А получаем в четвертой степени. Минус. Удвоенное произведение чисел. 3 умножаем на А квадрат. Это 3А квадрат. Да еще удваиваем, тоже умножаем на 2. Получаем 6А квадрат. И плюс квадрат второго числа. 3 в квадрате – это 9. Более сложный пример давайте рассмотрим. Минус А минус 5У в скобках в квадрате. Ну, во-первых, минус в квадрате мы помним, что плюс. Поэтому мы можем убрать минусы, заменив их на плюсы. И получим А плюс 5У в скобках в квадрате. Итак, квадрат первого числа. А в квадрат. Плюс. Произведение чисел А и 5У – это 5АУ. и умножить на 2, получим 10АУ. И плюс квадрат второго числа – это 25У в квадрате. Для чего это нужно? Почему я не делаю быстро такие вещи? Не делала быстро на первом уроке, скажем так. На первом уроке мы с вами рассматривали более подробно. Сейчас вы уже урока 3-4 позанимались по этой теме. И уже спокойно можете работать над этим устно. Теперь вы скажете, а что если дроби? Да, с дробями тяжеловато. Итак, 3А прибавить 1 третье В в скобках в квадрате. Квадрат первого числа считается легко. 3 в квадрате – это 9А в квадрате тоже легко. А дальше надо посчитать удвоенное произведение. Вы себе где-то отделяете черновик и пишете 2 умножить на 3А умножить на 1 третью В. 3 и 1 третью мы зачеркиваем с вами. Что у нас остается? У нас остается 2АВ. И мы это 2АВ сюда вписываем. И плюс квадрат второго числа. Второе число возводится в квадрат все. И числитель, и знаменатель. 1 в квадрате – это 1. 3 в квадрате – это 9. И еще В в квадрате. Давайте посмотрим, как это происходит, когда у нас есть дробные числа в десятичных дробях. Итак, 0,1А минус 0,5В в скобках в квадрате. Квадрат первого числа. 0,1 на 0,1 – это 0,01А квадрат. Минус. Теперь опять на нашем черновике мы пишем 2 умножить на 0,1А умножить на 0,5В. И мне, например, проще умножить так. Половинка 0,5 – это же половинка от 2. Это 1. И 1 умножить на 0,1 – это 0,1АВ. И плюс квадрат второго числа 0,5 на 0,5 – это 0,25В в квадрате. Где это используется? Ну, например, вот такой пример. 2 умножить на скобку А минус В в квадрате. Ну, чтобы было интереснее, давайте мы тут 5А поставим. Итак, 2 мы переписываем. Ставим скобку. И только после этого мы начинаем возводить в квадрат все то, что стоит в скобке. 5А в квадрате будет 25А квадрат минус удвоенное. Перемножили 5А на В – это 5АВ. И удвоили – это 10АВ. И плюс квадрат второго числа – это В квадрат. Теперь мы будем раскрывать скобки. 2 умножить на 25А квадрат 50А квадрат минус 2 умножить на 10АВ 20АВ и плюс 2 умножить на В квадрат 2В квадрат. То есть в этом случае нам необходимо, чтобы наша формула сразу разворачивалась. Иначе нам будет очень тяжело делать это все по действию. На следующем уроке мы посмотрим преобразование выражений с применением этой формулы.